Всем огромный привет! Мы с Максом собираемся гулять сейчас, и я хотела показать вам, как работает тушь от Faberlic. Блин, никаких фильтров, никаких... Ничего не нанесено на кожу. Прилив как раз вот действует, поэтому... Вот. Хотела показать, как работает дуэт от Faberlic. Это база. К сожалению, она, по-моему, сейчас не продается, но, слава богу, что у меня 6 штучек в запасе были, поэтому я расходую именно то, что оставалось. Вот. И такая вот дорожная косметичка у меня, смотрите, с продуктами. Тоже хочу показать вам. Новую сумочку хочу показать. Сейчас ничего не буду корректировать, нанесу только тушь и немножко бровки подчеркну. Лиза, ты чего орёшь? Лиз? А, что ты орёшь? Иди сюда, расскажи мне. Лиз? Привет. Ай, ай, ходяка ты. Иди сюда. Иди ко мне, иди. Иди сюда. Татью. Татью. Ну, давай. Татью. Ну, иди сюда, чего ты. Опа. Привет. Привет, мою девочку. 11 лет ей. Злюка, боже, она как Кинг-Конг. Злая, как собака. Вот. Так, наношу. Вот видите, что прилив делает? Фух. Не хочу наносить тональный крем, не хочу наносить консилер, потому что сейчас жарко. И я хожу с открытым воротником на курточке. Не хочу, чтобы следы оставались. Да и кажется, кожа, например, у меня вот есть морщина, да, моя. То есть она там, я морщусь. Вот здесь вот тоже заломы остаются, когда нанесена какая-то тональная основа, либо пудра. Очень люблю вот этот вот от Релуи. Прозрачный блеск для губ. Потрясающий просто. Он моментально увлажняет губы. Кто не любит липкие блески, это не ваш вариант, поэтому он безумно липкий. И мне очень нравится. О, будет вот так. Так, что еще хотела сказать? Что-то хотела показать? Хотела показать вам новую сумочку и снять такое небольшое видео, что лежит в моей сумке. А вы напишите в комментариях снизу, что совпало с моими вещами в сумке. Блин, меня этот блеск бесит. Но это из-за того, что... Видите, вот дотронулась только до кожи и сразу... Не помогает. Вот. Чистая, помытая кисточка не убирает. Смотрите, как приманка. Вот сейчас раз, и она реально откроет дверь специально. Потому что ей так не нравится. Так, подсохла немножко. База. Тушь выглядит вот таким вот образом. Здесь такая щетка-елочка, которая очень круто прокрашивает реснички. И вот сразу первое нанесение сразу разделяет и очень хорошо прокрашивает реснички. Единственный минус этой базы под тушь. Если нанесешь у корней, прям прикорневое нанесение, да, вот от роста реснички, оно не закрасит. Нужно будет сверху проходиться. То есть вот так вот сверху кисточкой. Я так не делаю и не люблю делать, потому что ресницы склеиваются между собой. Их потом разделить очень тяжело. Так, вот видите, до и после. С и без. И то это оно чуть склеилось. Просто не полностью подсушила базу. На этом глазу будет удобнее. Сразу вот очертание. И можно понять, как подсохла база или нет. Если на кисточке с тушью остается белое, вот видите, много на одной ресничке нанесла, и есть белое пятнышко, то значит еще нужно дать время подсохнуть. Потому что оно склеится. Но благодаря кисточке от туши, она такая прям с мелкими-мелкими щетинками, пластиковая, силиконовая, очень хорошо прокрашивает. То есть она прям разделяет отлично. Я вот последнее время вообще не использую метона, оформляю только бровки. Иногда могу там после патчей на зону под глазами нанести консилер и спокойно ходить по городу, потому что состояние кожи... Блин, ну кто пишет, что страшная, да? Если это идеальная кожа, то с вами все ясно, да? То есть про меня. Но для меня это просто идеальное состояние кожи. И когда я вот с 13 лет всегда хожу в прыщах и с высыпаниями, для меня вот такое вот состояние кожи без пятнышек, без воспалений, да? Это отличный результат, поэтому я сужу по себе. Если у вас гладкая прям отфотошопленная кожа без макияжа, без ничего, то я вам завидую белой завистью и поддерживайте состояние своей кожи в таком виде. Вот. Так что вот такие вот дела. И сейчас буду наносить немножко на бровки. Сразу вот, видите? Очень классно. Кисточка с щеточкой. Ароматирующие салфетки от Mary Kay буду использовать, потому что блеск на лице прям жесткий. Вот после приливов у меня, кстати, постоянно так. И с учетом того, что у меня жирная кожа. Начинаются, кстати, веснушки у меня. Видите? Прям очень вылазит. Так. Просто подкрашиваю немножечко нижний контур для того, чтобы сделать четче. И просто вот кистью вверх растушевываю эту четкую границу для того, чтобы... сделать более графичной, более заметной и более широкой. Потому что бровей осталось мало. Вот, в принципе, так достаточно будет. Абсолютно немного. Эта помадка у меня уже больше года. И она вообще не заканчивается. Поэтому, если вы думаете, какую помадку покупать, вот эта вот от Top Face In Style обалденная просто. От Top Face мне и туши нравились. У меня в 0,5 оттенке кофе. Он такой холодный коричневый. Коричнево-сера. Или серо-коричневый. Вот так. Если вдруг кому-нибудь не нравится, либо не интересно смотреть, я вообще понятия не имею, зачем вы смотрите. То есть я снимаю то, что мне хочется. Я выкладываю видео, когда мне хочется. Я считаю, что это должно происходить по желанию, а не потому что нужно. Вот, поэтому иногда часто выходят влоги. Сейчас, например, я вообще ничего не снимала, поэтому нечего выкладывать. Вот сейчас остались с Максом дома сами. И мне захотелось снять для вас такое вот немножко постановочное видео с косметикой, который, блин, волосы ужасно портятся. Просто жуткое состояние. Ау-ау-ау. Я не знаю, снимать эту повязку. Либо нет. Сейчас хочу показать вам сумочку. Сумочка стоила 299 гривен. Это очень-очень доступно. Мне нужна была вот такая вот сумка побольше. То есть у меня есть сумочки через плечо. Очень много, кстати, сумочек. Мне надо вас, наверное, повыше поставить, потому что второй подбородок есть. Так, ну что, давайте я быстро покажу вам и свою новую сумочку, и то, что в ней лежит. Вот такая вот прикольненькая сумочка. Стоила она, как повторюсь, 299 гривен. Будем говорить 300 гривен. Здесь есть ручки. Есть две ручки, то есть они на цепочке и идут через вот такую вот цепочку и через колечки. Вы можете носить как через плечо ее, так и на двух таких вот бретельчиках. Я ношу на двух ручках, потому что удобнее. И я брала ее специально для того, чтобы носить на плече. Для чего я покупала именно такой размер сумки? Для того, чтобы с Максом сейчас весна. Я зимой не брала ему компот там, да, либо сок, либо воду. Сейчас у нас потеплело, и он бегает на площадках, хочет пить постоянно. Зимой не брала, потому что холодно. И, понятное дело, даже если горячий чай взять, либо сок, то он остывает быстро. А сейчас я беру всегда ему бутылочку, либо пакетик сока. Чаще всего это бутылка с домашним компотом. Последние, наверное, года три он пьет у нас только компот. Вот, и мне нужна была такая сумка вместительная, которая поместит в себе и маски, и кошелек, и сейчас солнечные очки обязательно нужны, и влажные салфетки с компотом. Вот, поэтому такая вот классная сумка. Мне очень нравится, она очень удобная, и классно, что она хорошо держит заклепка, то есть она на магните, то есть не открывается по-первыхому. И даже если вот здесь нет... Многие переживают, что в сумках нет замочка внутреннего. Дело в том, что здесь вот хорошо сделано, даже если захочешь залезть, не залезешь. Давайте покажу, что я здесь ношу. У меня кошелек. Кошелек у меня Miniso. Это, наверное, года четыре назад я покупала. Три кошелечка была, по-моему, акция. Две берешь, третий в подарок, и они были по 69 гривен. Я взяла три разных расцветки. Мама сейчас носит розовый. Здесь у меня карты и наличка. Вот, такой вот он на одно отделение. Я не ношу много денег, поэтому мне удобно. У меня карты больше. Дальше косметичка. Косметичку покажу вам попозже. Очечки. Очечки ношу сейчас вот такие. Мне безумно нравится их модель. Они немножко грязные, потому что лежали в сумке без чехла. Вот. Такие вот большие. У меня достаточно крупное лицо, поэтому очки я люблю большие. И такой градиент мне очень нравится. Он и вроде бы защищает, и вроде бы такое, знаете, хорошо видишь, и не сильно темные. Вчера я брала с собой две пары очков, потому что думала фоткаться, ездили по делам, но я носила только вот эти вот прозрачные, потому что вот эти немножко темные. Они прям на такое лето, на яркое солнышко. Мне очень нравится. Подружка мне подарила очки. Так, дальше что у нас? Обязательная резинка для волос, потому что ветер у нас. Сейчас это обязательно антисептик, сто процентов нужен. Влажные салфетки. Я вот такую маленькую упаковку всегда с собой ношу. Дальше у меня снова резиночка. Ключи от дома. Бальзам, который просто лежит без косметички. И в косметичке тоже очень много бальзамов, поэтому нужно... Так, ну что, продолжим? У меня заканчивается память. Вот. Ключи, салфетки. В принципе, все. Антисептик, косметичка, кошелек и паспорт в среднем карманчике. Средний карманчик идет на замочке, поэтому очень удобно. Вот. В принципе, больше ничего в сумке нет. Две пары очков. Очень вместительное. И места было еще достаточно. Вот такая вот косметичка от Faberlic. Обалденная косметичка. Мне кажется, очень удобная. С учетом того, что она идет абсолютно прозрачная. Она такой молнии пластиковой. Поэтому классно достал и увидел, что тебе надо. Например, мне нужен этот карандаш для губ. Я просто достала. Увидела, взяла и не парюсь. Не ищу, не роюсь, ничего не делаю. Что у меня здесь? У меня здесь обязательно крем для рук. Бархатные ручки вот такой с енотиками. Дальше блески для губ. У меня очень много блесков для губ. Не знаю, зачем. Я их столько. Дело в том, что я бросаю всегда в сумку, когда выхожу, а в косметичку не смотрю. И у меня с собой пять блесков. Поэтому я оставляю только масло для губ от Avon. Такое классное. Очень сладенькое. И вот этот вот бальзам от Rellouine. Прозрачный. Эти выкладываю. Как можете видеть, я почти использовала вот этот вот блеск для губ. Show Glow от Mark. Вернее, от Avon серии Mark. Мне безумно нравится. Он очень-очень сладкий, кстати. Вот. Так что оставляю эти. Взяла вот такую вот кисточку. Тоже Avon. Для того, чтобы припудривать. В качестве зеркала у меня пудра. Где она? Где-то там. Physical Formula. Так. Духи у меня от Parfum City. Вот такой вот Black Opium. Обожаю. Просто обалденный. На зиму. Самый классный аромат, который я ношу с собой. Дальше. Так как это походная экспресс косметичка, у меня здесь идет консилер под глаза от Faberlic. Вот такой Beauty Lab. Обожаю его. Не сушит и не подчеркивает шелушения, морщинки и тому подобное. И когда-то выхватила за 29 гривен вот такой вот Tupi или P2. Вот такая фирма. Не знаю, что это. Это пудра для бровей. Очень классно с собой брать. Здесь такой вот, знаете, бархатный спонжик и длинный. И он. Она очень пылит. Классно наносит. То есть вы нанесли контур и растушевали вверх этой же кисточкой. Тоже у меня карандаш, выкручивающийся с тоненьким стержнем и с кисточкой. Тоже классно очень. Можно видеть, какой карандаш я использую чаще всего. Это, по-моему, Essence. Так. 06 оттенок. Satin Mouth. Обожаю. Точилка не от него. У него обычный этот колпачок был. Я со старого своего сняла, потому что мне нужно подтачивать. Потому что я обожаю этот карандаш. Дальше у меня здесь разливашка Манталь Ванила Абсолют. Это оригинальный парфюм. Поэтому очень классно держится. Таблетки мои, конечно же, обезболивающие, противорвотные и успокоительные. Бифрен у меня. Дальше. Крабик такой. И еще две резинки. И синяя подводка. Не знаю тоже, для чего она здесь лежит. Ее выложу. Чтобы не занимало место. Вот. В принципе, все. Как бы так. Давно не было таких видео распаковки, что в моей сумке, либо косметика. На лице, напомню, у меня ничего нет, кроме бровей и ресниц. Вот так вот выглядит моя кожа. Как можете видеть, она темнее, чем все мое тело. Лиза полезла в чемодан. Так. Мы собираемся. Ветра сегодня нет. Кстати, очень тихо на улице. Сейчас пойдем гулять. У нас начинается тепло. Минуса даже нет ночью. Потому что 2-3 градуса мороза было ночью. Сейчас 1 градус тепла. И днем на солнце до 17 градусов. Поэтому не знаю, сейчас посмотрим, как одевать Максима. Наверное, возьму с собой какую-то жилетку ему на всякий случай. И одену такой вот легкий пуховичок. Всем хорошего настроения. Солнышко внутри. И спасибо за внимание. Пока-пока. Солнышко. 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 Продолжение следует...